В минувшие выходные в Чебоксарах прошло совещание по организации и проведению посевной кампании. В его работе принял участие федеральный министр сельского хозяйства Николай Федоров. Подробности в специальном репортаже Дмитрия Ковалева. Новая госпрограмма, новые цели и задачи. Регионы и федеральное министерство выстраивают очередную стратегию до 2020 года. Итоги прошлого соглашения подвели на совещание. В Чувашии на развитие сельского хозяйства направлено более 8 миллиардов рублей. Помогли аграриям и льготные кредиты. Всего за 4 года ими воспользовалась каждая третья семья. Деловая активность крестьян уже налицо. В Чувашии увеличилось количество личных подсобных хозяйств. Благодаря оказыванию государственной поддержки в аграрном секторе Чувашия Креспублика достигла значительные результаты. С начала реализации госпрограммы во всех категориях хозяйств Чувашии Креспублики увеличился рост объема производства на 20,4%. Или четвертое место в Приворском федеральном округе. В Чувашии Креспублике обеспечено выполнение основных целевых показателей. Предусмотрено соглашение о реализации госпрограммы. Один из основных показателей, характеризующих эффективность производства, это индекс производительности труда. Ежегодно выполнялся и в 2012 году составил 886 тысяч рублей на человека. Минсельхозе России вновь намерено увеличить объемы поддержки. В перспективе до 200 миллиардов в год. В отличие от прошлого года, Минсельхоз России направил на сегодня порядка, мне сейчас Смирнов Николай Васильевич сказал, уже 44 миллиардов рублей уже в эти дни. За эти дни, в течение марта, первых дней апреля. В прошлом году на аналогичную дату было направлено в регионы 20 миллиардов 800 миллионов рублей. То есть мы направили более чем в два раза больше в регионы денег. Сейчас задача региональных властей побыстрее эти деньги направить до получателей. Недавно Чувашия уже получила из федерального бюджета более 500 миллионов рублей. Почти все средства уже появились на счетах аграриев. Эти деньги, уверен глава республики, пойдут на пользу будущей посевной компании. Подготовка к ней находится под постоянным контролем провинции республики. Члены кабинета министра по моему поручению выезжают в сельские районы, регулярно отслеживают, как проводится на самом деле подготовка в последние дни к началу весенних болевых работ. Республика планирует значительно улучшить свои показатели. В этом году будет засеяно более 500 тысяч гектаров. Минсельхозе России отмечают, что необходимо сохранить все площади озимых культур. Для этого понадобится большое количество минеральных удобрений. Хозяйство их закупают активно. Для этого сельхоз того производителя закупается и новая техника. Можно сказать, что в прошлом году республике закуплена новая техника для внесения минеральных удобрений. При влажных условиях это туман один, количество три единицы. Чувашия рассчитывает собрать с полей около 500 тысяч тонн зерна. В федеральном ведомстве ставят и другую планку. Урожай картофеля должен получиться больше, чем обычно. А Чувашия является, я бы сказал, столицей картофеля в Российской Федерации. Здесь и выставки проходят, всероссийские и так далее. Поэтому ваша задача, конечно, миллион тонн картофеля бы иметь в производстве. И Чувашский картофель, чтобы был одним из брендов Российской Федерации. На инвестиционные проекты республика также делает ставку. В этом году необходимо реализовать более 30. Необработанные пашни в Чувашии планируют сократить. На сельхозе России отметили, что нужно увеличить и объем инвестиций в основной капитал. Развивать миллиардацию и вводить все вооборот неиспользуемые земли. Для региона эта задача выполнимая. Картофеля. С начала реализации при этом национального проекта развития агропромышленного комплекса и действия государственной программы развития сельского хозяйства объем привлеченных инвестиций составил 35 миллиардов рублей. Это факт. Это с одной стороны как бы есть удовлетворение. Но с другой стороны с учетом применения современных инновационных ресурсоберегающих технологий все мы понимаем, что этих инвестиций недостаточно. И мы в динамике должны привлекать дополнительные инвестиции, привлекая добросовестных бизнесменов в аграрный сектор. В агроотрасли России в ближайшие годы ожидают молодых и квалифицированных специалистов. Сельхозакадемия подписала соглашение с общероссийским агропромышленным объединением работодателей. Теперь студентов ВУЗа будут приглашать на практику в самые передовые хозяйства. Изучать новые оборудования они будут с первых курсов и уже потом в своем регионе применять знания в деле. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова